Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим знаменитую партию второго чемпиона мира Эммануэла Ласкера, которую сам он называл лучшей в своей шахматной карьере. Это был знаменитый четверной матч-турнир, который проходил в Санкт-Петербурге в 1896 году. В шесть кругов соревновались чемпион мира Эммануэл Ласкер, американец Гарри Нельсон Пильсбери, первый чемпион мира Вильгейм Стенец и лучший русский шахматист Михаил Чегорин. Это был поединок четвертого круга данного соревнования. Пильсбери уже дважды сумел победить Ласкера, один раз сыграл ничью и в этой четвертой партии, играя белыми, горел желанием снова выиграть у чемпиона мира. В этом случае Пильсбери с большой вероятностью занимал первое место в этом турнире и, учитывая его прошлогодний успех в Гастингсе, становился реальнейшим претендентом на матч с Эммануэлом Ласкером. Но Ласкер, играя в этой партии черными, сумел создать одну из самых своих блестящих комбинаций, чем заставил умукнуть критиков, говоривших о том, что комбинациям Ласкера недостает яркости. Итак, Гарри Нельсон Пильсбери белыми начал партию ходом Д4, в ответ получил Д5, С4, Е6, конь С3, конь Ф6 и здесь конь Ф3. Ласкер здесь играет С5. На доске стартовая позиция улучшенной защиты Тараша. В этой ситуации ход Е3 неплох за белых. Также возможно СД, на что черные могут забрать конем, не допуская изоляции пешки на поле Д5. Но у Гарри Нельсона Пильсбери на эту позицию был свой план. Он в таких ситуациях очень часто применял быстрейшее развитие ферзьевого фланга с целью создать атаку на короля соперника. Пильсбери играет слон Ж5, связывая коня Ф6. Далее черные берут на Д4. Уже давно известно, что взятие на Д4 конем ничего белым не приносит. После Е5, по мнению Гарри Каспарова, черные уравнивают. С ним солидарен и Фишер, который черными так сыграл в сеансе одновременной игры в Афинах в 1968 году. Пильсбери же в этой партии забрал на Д4 ферзьем и после хода конь С6 имел определенный выбор. 8 лет спустя против того же Ласкера в Кембридж Спрингсе он избрал лучшее слон бьет Ф6. И после ЖФ отошел ферзьем на Х4. Но в данной партии он поставил на Х4 своего ферзя сразу. В этой ситуации распоряжение черных было активное Д4, как было в партии Блэкберн Шовальтер 1889 года. Но в том поединке черные в итоге ничего особо не добились. После длинной рокировки Е5 у них достаточно интересные пешки в центре, но они просто не держатся. После Е3 слон С5 следует взятие на ЕД конь Д5. Ферзь А5 сыграл Шовальтер и дальше взятие на Ф6. ЖФ конь бьет Ф6. Дело закончилось быстрым матом черному королю. Поэтому здесь Эммануил Ласкер не продвигает пешку на Д4, понимая, что главная идея соперника сделать длинную рокировку и атаковать центральные пешки, а развивает слона на поле Е7. В этой позиции Пильс Берри мог, конечно, разменяться на Д5, создать в лагере соперника изолированную пешку и пойти ладья Д1, создавая давление на эту слабость позиции черных. Но не для этого Пильс Берри играл Ф4 и Ф4. Он, конечно, делает рокировку, очень агрессивный, в то же время рискованный ход. Черные ставят своего Ферзя на край доски. Е3 играют белые, открывая белопольника и слон Д7. Белые сделали полезный ход КБ1, а черные Х7, Х6. Это невзрачное, на первый взгляд, передвижение пешки на одном поле вперед имеет далеко идущие последствия. По сути, этот ход не является угрозой, так как слон на Ж5 сейчас неуязвим ввиду слабости ладьи на поле Х8. Но на самом деле, с помощью этого хода, черные заставляют белых либо в определенный момент разменяться на поле Ф6, либо отойти своим слоном, подвергая опасности Ферзя по диагонали Х4, Д8. СД играют здесь белые, дальше ЕД со стороны черных и Конь Д4. Черные делают рокировку. Сейчас слон на Ж5 под угрозой. Если попробовать его пожертвовать за две пешки на Х6, то очень жесткая Конь Е4 развеивает все иллюзии белых. На Ферзь Х5 следует взятие БЦ и Ферзь БЦ3. В большей опасности сейчас находится белый король. Как показывает несложный анализ, ему здесь скоро будет объявлен мат, либо же белым нужно будет откупиться очень большим количеством материала. Поэтому белые здесь отходят слоном на поле Ф6, забирая коня. И после слона Ф6 в распоряжении черных очень сильная фигура. Атакован Ферзь, а также Конь. После отхода следует взятие на Д4. И на ЕД в распоряжении черных появляется такой ход, как слон Е6. Ласкер, учитывая психологические моменты шахматной борьбы, пытается завлечь соперника. В этой ситуации ход Конь Е4 ничего не давал, ввиду слон бьет Д4. Если забрать ладью, то Ферзь Е1 так или иначе черную фигуру отыгрывает. Например, на Ферзь Д1 разменялись, ДЕ, и здесь у черных лишняя пешка в простом окончании. Но, конечно, Бильсбери шахматист очень активный, клюнул на наживку Ласкера и пошел Ф4. Кажется, что угроза Ф4-Ф5 очень сильна. Слон с Е6 должен будет отойти, и в итоге пешка на Д5 может оказаться под ударом. Но Ласкер делает заранее заготовленный ход ладья АЦ8 и на Ф5 бьет на Ц3, жертвуя качество. Интересный удар, который Гарри Нельсон Бильсбери предвидел. В этой позиции взятие на Ц3 приводит к плачевным для белых последствиям. Можно было бы забрать на Ц3, но это явно не лучшее решение. Дело в том, что после Ферзи Ф3 взяли-взяли слон Ф5, слон Д3, слон Е6. У черных есть определенный перевес, у них слон и две пешки за ладью, но все-таки превратить это преимущество в полновесное очко в турнирной таблице будет очень сложно. Лучшим же решением за черных в этой позиции является не взятие пешки, а ладья Ц8, начиная атаку на белого короля. После ФЕ забираем на Ц3 и дальше на ЕФ, король Ф8. Ферзь Ж4, попытка защитить пешку Д4, держа под контролем ладью на Д1. Ферзь Б4, шах, король А1, ладья Ц2. И здесь черные, играя без ладьи, празднуют победу благодаря матовым угрозам белому королю. Но тут белые играют иначе. ФЕ пошел Гарри Нельсон Бильсбери, резонно счел, что ладья на Ц3 сейчас должна отойти. Пешка на Ф7 под ударом, пешка на Д4 пока что вне опасности. Ему позиция белых здесь нравилась, но он не учел следующего блестящего маневра Эммануила Ласкера. Ласкер отводит свою ладью из-под боя, но ставит ее под другой бой той же пешки, играя ладья А3. Сейчас он сам напал на пешку А2 и в распоряжении белых есть определенный выбор. Если сыграть Е7, то таким образом белые не смогут нарушить взаимодействие черных фигур. В этой позиции нельзя играть ладья Ц8 ввиду ферзь Ф5. С темпом белый ферзь возвращается в защиту, поэтому нужно ходить ладья Е8. Дело в том, что на взятие ладьи последует ферзь Б6 шаг. И на король Ц2 ладья Ц8, король Д2 слон бьет Д4. Позиция белых здесь безнадежна, так как их король попадает под матовую атаку. Более интересные события разворачиваются в случае немедленного взятия ладьи на А3. Тогда черные дают очевидный шаг ферзь Б6. И здесь плохо отходить в угол, так как берется пешка на Д4. Взяли-взяли, король Б1, ФЕ. И здесь черные имеют две пешки за слона. Но главное не это, а то, что белый король безнадежно слаб. Например, на слон Е2 последует ферзь Е4, король А1, ладья Ф2. И черные выигрывают. Так как на ладья Е1 следует шаг, далее ферзь Д2. Белые не могут сохранить свою лишнюю фигуру, не подвергнув смертельной атаке своего короля. Но самым интересным вариантом после хода ферзь Б6, в случае немедленного взятия ладьи на А3, следует признать король Ц2. И вот здесь черным не так-то просто закончить свою атаку. Ладья Ц8, король Д2, ферзь бьет Д4. Если сыграть слон Д3, то партия может закончиться очень красиво. Ладья Ц2, жертва, завлечение и дальше вот такой интересный мат. Ну а если сыграть король Е1, то самым точным является ферзь Е3. И здесь черные также побеждают. Правда, после слон Е2, ФЕ, ферзь H3, слон Ц3 шаг и король Ф1, ладья Ф8. Белые закрываются на Ф3, следует слон А5. Сейчас угроза слон Б6 и ферзь Ф2 достаточно сильна. Хотите верьте, хотите нет. В этой позиции без ладьи черные празднуют победу в любом случае. Например, ферзь Ж3, слон Б6 и далее на А4, попытка сбить слона с диагонали Ж1, А7, следует Е5. У черных есть своя угроза. Продвижение пешки на Е4, после А5 следует слон Ц5 и на взятие на Д5 Е4. Взяли, бьем слона, а не ладью. Как бы ни играли здесь белые, они ничего поделать не могут. На А4 следует ферзь Е2, король Ж1, забрали, забрали, ферзь Е3, король Ж2, ферзь бьет Ц5. У черных выигранная позиция. Вот такой очень интересный и сложный вариант. Мы заключаем, что все-таки Пильсбери стоило забрать ладью на А3 и посмотреть, как Ласкер продолжал бы атаку. Но он забрал на Ф7 с шахом. После этого ладья бьет Ф7 и теперь только БА. Ферзь Б6 шах. В этой позиции Гарри Нельсон Пильсбери имеет достаточно широкий выбор, но многие продолжения сразу проигрывают. На король А1 следует слон бьет Д4 с уже рассмотренными последствиями. Если пойти король Ц2, то ладья Ц7 и тоже белым не сладко. Но Пильсбери играет слон Б5. Это лучший защитный ресурс. Он расстается со слоном, лишь бы сбить Ферзя с диагонали Ж1, А7. После Ферзь бьет Б5, король А1. Настал черед Ласкера совершать ошибки. В этой ситуации второй чемпион мира находился в сильном цейтноте и не сумел обнаружить ход Ферзь С4, который вел к простому выигрышу. Например, Ферзь Ж4 защищает пешку ладья Е7 с угрозами ладья Е4, ладья Е2. На ладья Е1 забираем на Д4, Ферзь Д4. Ну и тут простая комбинация. Забрали на Е1, далее шаг на Д1 и черный остается с лишней ладьей. Но Ласкер сыграл ладья Ц7. Ход очевидный, в то же время дает возможность белым защититься. После ладья Д2 позиция выровнялась. Ладья Ц4 играет черная, нападая на пешку Д4. И здесь уже Гарри Нельсон Пинспири отвечает любезностью на любезность и совершает ошибку. Лучше всего было сыграть ладья Е1. Попытка поставить мат черному королю. Если сыграть Ферзь С6, то размен Ферзей, что на руку белым. Если же сыграть ладья бьет Д4 в попытке красиво выиграть партию, здесь белые просто играют ладья Е8 и сами выигрывают этот поединок. Король Х7, Ферзь Ф5 на Ж6, бьем на Ф6. И в случае взятия на Е8 белые остаются с лишней ладьей. Но лучшим ходом на ладья Е1 со стороны белых является Ферзь А5. И дальше очень красивая ничья вечным шагом. Ладья Е8, король Х7, Ферзь Ф5, Ж6. И в этой позиции, конечно, брать на Ф6 нельзя, ввиду матов два хода. Ладья Ц1, король Б2 и Ферзь Ц3. Поэтому белые здесь должны жертвовать ладью на поле Е7 с целью открыть вертикаль Ф для своего Ферзя. Забираем Ферзь Ф7 и вот здесь белые дают вечный шаг. Но Гарри Нельсен Писбери ошибается и играет ладья ХД1, защищая пешку на Д4. Снова черные имеют возможность закончить партию матовой атакой. Ферзь Ц6 можно было сыграть. И после король Б1, СНЖ5, нападая на ладью, Ферзь Е2, взяли-взяли, Ферзь Д6. Конечно, в этой ситуации распоряжение черных большой перевес, который впоследствии будет доведен до победы. Но Ласкер снова ошибается. Играет ладья Ц3, нападая на пешку А3. И следует ход Ферзь Ф5. Черные здесь не забирают на А3, а играют Ферзь Ц4, угрожая ходом ладья Ц1. И белые совершают решающую ошибку. Писбери должен был сыграть король Б1. Дело в том, что после ладья А3, а иного не видно, следует ладья Ц1. И на шаг король А1 уже белые могут развить матовую атаку на черного короля. Совершенно неясно, как черным здесь эффективно защищаться. Во всяком случае, большие проблемы Ласкера ждали в этой ситуации. Но белые же сыграли король Б2. И тут Эмнуил Ласкер снова жертвует уже вторую ладью на поле А3. Конечно, этот удар был уже нокаутирующим. И Гарри Нельсон Писбери просто поплыл. Он дал шаг на Е6. И после король А7 забрал эту ладью, практически идя под мат. Дело в том, что ход король Б1 также не спасал. Слон Д4, Ферзь Ф5, Ж6, Ферзь Д7, Слон Ж7. Больше шагов нет, ну а у черных комфортнейшая позиция. Две пешки за качество. В то же время, белый король непоправимо слаб. Но очень интересно было бы сыграть Ферзь Ф5. И посмотреть, как отойдут своим королем черные. Если сыграть король Х8, то следует король Б1. И здесь у черных выигрыша не находится. На взятие на А2 это лучший шанс за черных. Взятие на А2 Ферзь Б3. И дальше на король С1 следует Слон Ж5. Очень красивая комбинация со стороны черных с целью поставить вечный шаг. На ладья А2 Ферзь С3. Далее король Б1 не бьем ладью. А снова шаг еще раз нападая на ладью Д1. На король А1 Ферзь А4 та же идея. Не даем закрыться по второй линии. Король Б1 Ферзь Б3 получается вот такая ничья. Правда после Ферзь Ф5 в распоряжении черных был выигрывающий ход король Ж8. Цель этого передвижения короля избавиться от шагов на золевого белого Ферзя. Например, Ферзь С6, король Х8 вот теперь. И дальше на король Б1 забираем. После шага король Х7 мы видим, что в случае нахождения ферзя на поле Ф8 он был дал шаг на поле Ф5. А сейчас шага на Е4 понятно нет. И белые проигрывают. Но наша партия заканчивается очень красиво. Забирает ладью на А3 в Пизбере. И Ласкер объявляет своему сопернику мат в несколько ходов. Он ставит Ферзя на С3. Далее жертвует пешку на Б5. Завлекает туда короля. Ферзь С4 шаг. И после короля Х5 слон Д8. Ошеломленный американец сдает партию. Вот такая замечательная победа Ласкера. Она коренным образом повлияла на ход турнира. Гарри Пизбери ошеломленный таким вот проигрышем. Дальше потерпел целых 5 поражений в этом турнире. Не сумел занять даже второго места. А первое место, конечно, занял Эммануил Ласкер. Вот такая замечательная партия. Надеюсь, что она вам понравилась. Конечно, многие из вас ее уже видели. Но, тем не менее, я пытался обобщить опыт анализа этой партии шахматистов прошлого. В том числе Гарри Каспарова. Надеюсь, что данное видео вам пришлось по вкусу. Поэтому не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. А также оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!